Добрый вечер! Вы смотрите программу «Сомнения» с Денисом Базанковым на телеканале ТНТ «Онега». Мы вернулись в эфир, как я и обещал этой весной. Отшумели события 4 декабря. Вся страна у нас выбирала депутатов Государственной Думы, а здесь, в Карелии, мы еще выбирали и депутатов Законодательного Собрания. Главное приключение этого года прошло. О том, как и с какими результатами, об этом мы сегодня и будем говорить в нашей студии. И я представляю гостей. Александр Гюревич Ильин, заведующий кафедрой политологии, доцент, кандидат философских наук. Здравствуйте! Здравствуйте! И Глеб Олегович Кировой, кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений Петрозаводского государственного университета. Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, как телезрители уже заметили, в студию я не стал звать принципиально представителей политических партий, объединений и так далее. Я позвал двух политологов, весьма уважаемых в нашем городе, с которыми, я думаю, что сегодня будет очень интересно поговорить. Услышать ваше мнение хочется о том, что произошло. Ну, что мы на данный момент имеем? Чтобы не распинаться, у нас для этого подготовлен сюжет. Внимание на экран! Выборы в Карелии состоялись. Выразили следующее свои предпочтения. За Единую Россию отдали голоса 32 с небольшим процента избирателей. Второе место у Справедливой России 20,5%. КПРФ набрала чуть более 19%. Это третий результат. Четвертая позиция у ЛДПР. Последователи Жириновского набралось почти 18%. Партия Яблоко не дотянула до 7% и ее показатели 6,2%. Патриоты России и правое дело не набрали и по 1% голосов. Результаты выборов в законодательное собрание Карелии по партийным спискам были таковы. Единая Россия 30,12%. Партия Справедливая Россия 22,25%. КПРФ 19,06%. ЛДПР 18,33%. И партии Яблоко удалось преодолеть 7% барьер. Ее результат 7,14%. Таким образом, в нашем парламенте будут представлены 5 политических партий. Что касается выборов по одномандатным избирательным округам, здесь сложилась следующая политическая картина. В 11 из 25 округов победу одержали представители Единой России. В 6 округах победили Справедливые Россы, по 3 одномандатника прошли от КПРФ и Яблоко. И также в новом составе законодательного собрания будут присутствовать 2 самовыдвиженца. Еще раз повторимся, все итоги пока носят предварительный характер. Прекрасно видели и слышали, и телезрители, с какими результатами у нас прошли эти выборы. На ваш взгляд, ожидаемые ли они? Могу сказать, что выборы состоялись, и слава богу. Выборы поменяли полностью состав Государственной Думы и Республики Карелецк. Самое главное, конфигурация изменилась. Такое ожидание, ожидания были этого результата. Почему? Потому что все предыдущие годы, и особенно последний месяц, особенно предвыборная кампания, она проходила в несколько ином формате, чем это было хотя бы 4 года назад. И настроение чувствовалось, настроение населения разное, и оно как раз было представлено. Это очень хорошо. И, собственно говоря, и по прогнозам, исследований, социологических исследований, в том числе, говорилось о том, что партия не сможет набрать на Государственную Думу того процента, который она набрала 4 года назад. Это было однозначно. Ну, это моя единая Россия сейчас. Да, единая. Собственно говоря, как и о всех остальных партиях. И можно сказать, что они подтвердились, может быть, не в том процентном отношении, которые мы получили сейчас, если это говорить о Государственной Думе, то, в принципе, наверное, прогнозы практически подтвердились. Единственное, что, наверное, здесь чуть-чуть больше ожидаемого получила КПРФ. Наверное. Она должна была идти впереди других партий, должна была победить политическая партия Единой России обязательно, но, опять-таки, не имея конституционного большинства, а какой процент, это уже другой вопрос решался могла. А то, что должны были пройти традиционные партии, парламентские уже, которые были в этот раз, прошли, предполагалось, что ни правое дело, ни патриоты России, тем более они по определению не могут набрать больше одного процента. И это говорили все исследования до этого. И, собственно говоря, яблоко за тот период времени, когда она была вне борьбы, открытой парламентской борьбы, она растеряла очень много, наверное, своих сторонников. И поэтому результат тоже, по большому счету, оправдан. То есть она не набирала по многим показателям, даже сам радужных, наверное, 5%. А это все равно не давало ей возможность, шанс пройти на государственном уровне. Но, тем не менее, на уровне республики традиционно республика проголосовала нетипично, как для среднестатистических, наверное, выборов. И здесь как раз подтвердилось, что, опять-таки, у яблока все-таки электорат еще сохраняет свою память. И поэтому она получила достаточно хорошие результаты, что теперь дает возможность своих представителей иметь в законодательном собрании. И это очень хорошо. У нас появился новый парламент в республике. Вот у меня ощущение складывается, лично мое, да, что у нас голосование, которое прошло 4 декабря, оно имело такой протестный какой-то смысл. Потому что графы против всех нет, да. Испортить, конечно, бюллетень можно, прийти на участок. Но народ голосовал так, что, получается, Единая Россия, ну, маленький процент взяла. Ну, чего уж тут стесняться-то. Глеб Олегович, как вы думаете? Это действительно у нас народ начал думать? Явко, напомню, покорили у нас, да, 50% на выборы. Да, да. Из них, если я не ошибаюсь, это 1,5% испорченных бюллетеней. Что, на самом деле, я считаю, не случайно. Небольшой процент, на самом деле, да, вот испорченных бюллетеней. Потому что в последние месяцы достаточно уважаемые люди, в том числе независимые, политологи, которые себя показали уже независимыми людьми в течение долгого времени, призывали все-таки идти на выборы и голосовать за одну из партий, которые принципиально проходят Государственную Думу. При этом, соглашусь с Александром Юрьевичем, в некотором смысле меня удивляет, ну, недостаточно, на мой взгляд, высокие проценты КПРФ, поскольку, на самом деле, очень многие призывали, причем я бы так назвал их либерально мыслящие люди в России, призывали идти на выборы и голосовать за КПРФ. То есть, это такой вариант цели рационального поведения. То есть, ты можешь быть в душе либерал, но ты пойдешь и проголосуешь за КПРФ, потому что ты не хочешь, чтобы сохранялась монополия власти одной партии. Поэтому, в общем, думаю, что КПРФ в этой ситуации могла бы набирать больше процентов. Что касается «Единой России», ну, это мое личное правдомнение, я думаю, что у каждого своя правда. В целом, снижение явки по России, по Карелии в частности, и снижение результата у «Единой России». Мне представляется, что это результат снижения некоторого административного давления со стороны действующей власти. Где-то оно, безусловно, сохраняется. Мы прекрасно видим эти результаты по различным республикам, в первую очередь национальным. Но результат по Карелии на ЗАЭС, 30%, чуть больше 30%, на мой взгляд, должен свидетельствовать о том, что, в общем, партия власти и руководство как-то снизили давление. Я разговаривал с людьми сегодня, с самыми разными, и которые бывали в разных ситуациях на предыдущих выборах, и действительно говорят о том, что давление снизилось. Поэтому не пошли те, кого раньше, может быть, заставляли, ну, в буквальном смысле, идти. И, соответственно, не проголосовали за «Единую Россию», поэтому и процент у них снизился. Все остальное, я с вами соглашусь, по большей части, это, наверное, протестное голосование. Я отнюдь не уверен, что каждый пятый избиратель, который пришел на избирательные участки, коммунист, да, и разделяет коммунистическую идеологию. Ну, вот лично я в это просто не верю. Вот. Поэтому, да, принимаю это скорее за протестное голосование. Ну, то же самое, наверное, и ЛДПР, оказалось. Ну, а теперь я предлагаю вам посмотреть еще один сюжет, который связан о том, как голосовали у нас на некоторых участках по стране. Видео мы взяли с сайта YouTube, на нем запечатлены кадры фальсификации. Внимание на экран. Страсти вокруг нарушений на минувших выборах еще, возможно, долго будут будоражить общественность. Сколько их на самом деле было по всей стране, подсчитать невозможно. Интернет пестрит любительскими видеокадрами, которые гигабайтами расползаются по социальным сетям. Если воспользоваться поиском на популярном ресурсе YouTube, выползают десятки роликов, на которых зафиксированы те или иные нарушения на избирательных участках и около них. Часто попадаются кадры так называемого «вброса бюллетеней» с проставленными галочками за одну определенную партию. Один из пользователей выложил видео, как он за деньги 45 раз проголосовал за одну и ту же партию на разных избирательных участках. Как утверждает автор, таких, желающих подзаработать, как он, был не один десяток. Встречаются кадры, фиксирующие, как председатель участковой избирательной комиссии якобы собственноручно заполнял пустые бюллетени. Где-то ловили незаконных агитаторов, а где-то в кабинках для голосования были обнаружены стирающиеся ручки. Короче, много любопытного есть в глобальной сети. Будут ли правоохранительные органы когда-нибудь заниматься проверками по таким фактам и к чему все это может привести? Вряд ли кто даст сейчас ответы. В общем, все это напоминает сериал «Секретные материалы». Вроде истина где-то рядом, а докопаться до нее ой как непросто. Ну вот ярко видно, да, стопками, бюллетени. Вот человека молодого, у которого вырывали, да, там аж 50 штук насчитали. Ну вот то, что кадры вот мы видели, да, и анализировали. Ну в основном там за «Единую Россию» все эти бюллетени было. Что это такое? То есть мы не можем честно голосовать, получается. То есть «Единая Россия» использует все ресурсы. Ну и другие партии вполне возможно точно так же делали в каких-то регионах, но тем не менее. Мы без этого никак? Ну да, в общем, на бюллетенях-то видно, что там, прямо скажем, далеко не за все партии галочки-то стояли, поэтому тут нужно быть честным. Можем ли мы честно голосовать? Мы-то голосуем честно. Да, другое дело, так сказать, как это все дело считается, и какие технологии при этом используются. Но я извиняюсь, конечно, на ум сразу приходят слова президента Российской Федерации, вчерашняя, вот, его выступление перед своим избирательным штабом, который сказал, вот посмотрите, вот это у нас демократия в действии, вот это мы честные выборы провели, вот это наша «Единая Россия» набрала 50%. Ну вот, но вот, к сожалению, как бы не хотелось это представить, так сказать, электорату, жителям России в качестве демократии в действии, это, конечно, не демократия в действии, это, скорее, что-то другое. Вот когда подобные ролики не в массовом порядке будут появляться, и, естественно, это только то, что удалось ведь поймать, да, далеко не везде были люди с камерами, которые готовы были это делать. Ну вот, ассоциация «Голос» говорит о многочисленных нарушениях, колл-центр партии «Яблоко» говорит о тысячах звонков, да, от своих наблюдателей о том, что были нарушения. При этом ЦИК нам заявляет о том, что, ну да, две, две с полной сотни нарушений вот нам поступили, это гораздо меньше, чем в прошлые разы. Поэтому, ну, к сожалению, вот пока, да, ситуация не изменится кардинальным образом, о том, чтобы вот подобные нарушения были исключением и не правилом, но говорить о демократии в действии, к сожалению, не приходится, и поэтому я понимаю там тех же коммунистов, которые говорят, в общем, о нелегитимности выборов. На мой взгляд, эти выборы были куда более легитимнее, да, предыдущих, ну вот, но все-таки сказать о том, что это, вот, мы получили срез интересов населения, к сожалению, не могу. Ну, вообще, Александр Юрьевич, на ваш взгляд, вот эти выборы, возьмем Карелию сейчас, да, в законодательное собрание, их можно назвать честными и чистыми, вот у меня ощущение грязи было, потому что и в эфирах телеканалов, и в газетах, и в интернете столько помойных отходов было вылито, лили друг на друга, конечно, у нас и партии, и кандидаты, и так далее, ну вот что такое-то? Когда говорят, на войне как на войне, да, на войне все средства хороши, и вот что иногда настораживает, что наши кандидаты, оппоненты друг к другу, они воспринимают себя именно как чуть ли не враг по отношению к другому, да, или враг-друг, то есть не как оппоненты, не как конкуренты, а отсюда и методы выбора, борьбы. Поэтому эти методы, они традиционные, они не только для России, не только для Карелии характерны, и для других стран эта практика известна, использование различных технологий, как административных, манипулятивных, любых других технологий, в том числе, как бы обливание друг друга грязью, вовремя достать нужный факт своевременно, в принципе, он вроде бы не значит ничего, но здесь он хорошо заиграет. Если его нет, этого факта, его создать. Собственно говоря, тут есть множество разных приемов и способов, это будет всегда во всех выборах, на всех выборах до тех пор, пока, и даже после того, пока мы не привыкнем к выборам, пока эти выборы не станут для нас нормальной практикой, после которой мы будем видеть, что голоса учитываются, голос услышан, и тогда дело только за отработкой механизма прозрачности выборов. Но здесь я хочу сразу сказать, что ведь, а кто делает вброс? Вброс ведь делает не начальник штаба избирательного, не другие лица, а делаем мы с вами, рядовые граждане, которые хотим заработать здесь. Поэтому вот я бы не хотел переносить ответственность или на чиновника, или на какого-то партийного функционера. Если мне предлагают сделать подобный шаг за большие или за малые деньги, за хорошую, допустим, работу впоследствии, или за благоприятное какое-то развитие событий в какой-то личной жизни, то здесь возникает вопрос, как бы, а потом мы имеем право осуждать тех, кто нам предлагает этот выбор. То есть это то, что, когда говорим о коррупции, один дает, а другой берет. И кто из них больше виноват. Поэтому я не хотел бы здесь снимать вины ни как с власти, ни тех, кто рвется в власть, ни тех, кто ее получает, ни тех, кто по большому счету становится вот на данный момент политиками. Как говорил Макс Вебер, мы в этот день все превратились, все 100 миллионов человек превратились в политиков. То есть от нашего голоса зависела судьба страны. И кто-то распорядился своим голосом честно, кто-то решил на этом еще заработать для личной выгоды. И если мы говорим, что таких ситуаций было очень много, то возникает вопрос не только к тем, кто им это заказывал, но и тем, кто является исполнителем. Поэтому здесь нужно спрашивать и самих себя. Хорошо. Теперь о самом ходе голосования. Мы пошли на избирательные участки, там было три взлетения. На Госдуму, на ЗС, на одномандатные. В голове все путалось. Люди реально стояли в кабинках, не могли понять, что от них хотят-то, за кого нужно голосовать. Даже вроде он как и понимает, что я хочу за одну из партий. Но вот что тут где? Зачем у нас это сделано? Это реально для того, чтобы запутать именно сам процесс, когда идет голосование людей? Как вы думаете? Вы знаете, в политических вопросах у нас все разбираются примерно одинаково. И в общем, все прекрасно понимают, что цель оправдывает средства. Правильно? Поэтому цель любой политической партии борьба за власть. Цель любой партии, которая добилась власти остаться у власти. Поэтому цель оправдывает средства. Отсюда и махинации, отсюда и черный пиар, отсюда и усложнение законодательства выборного. Что на национальном уровне, на федеральном уровне, что на республиканском уровне. То есть нюансов достаточно много на самом деле. Это и повышение барьера до 7% прохождения в Госдуму. И отмена порога избирательной явки, чтобы выборы признавать действительными и недействительными. И изменение системы подсчета голосов. Пресловутый метод империалии, который все клянут. Но не все, конечно, кто понимает, о чем идет речь при распределении мест в парламентах. Это усложнение самой процедуры для обычного человека, который по телевизору видит одно, одни и те же в общем-то лица на самом деле и примерно представляет, кому он симпатизирует, а кому нет симпатии. Потом он приходит на избирательный участок и теряется в бумагах. И здесь, конечно, не исключены в буквальном смысле ошибки. Хотя, на мой взгляд, это многоуровневость выборов и сложность с оформлением своего выбора, это не самое сложное, не самое плохое в нашем законодательстве. Все-таки система распределения мест в парламенте, она, в конце концов, играет, может быть, даже большее значение. Ну вот, к слову, да, я сегодня посидел немножечко посчитал на досуге, что называется. Единая Россия набрала по стране 49,5% голосов. С учетом всех прочих обстоятельств, недействительных бюллетеней и так далее, и так далее, то, что светило бы партии власти при стандартной процедуре распределения мест, ей светило бы ровно половина, 225. Ну, там могут быть нюансы 1-2 места. Но, что она получает в реальности, и это, в общем, не секрет, это объявляет Центральная избирательная комиссия, 238. Да, это 13 голосов в плюс и получается большинство. Да, то есть, мы говорим о том, что, да, вот, смотрите, как по-другому все сложилось, вот Единая Россия половины голосов не набрала, вот теперь у них не будет большинства в парламенте, там, на федеральном уровне в Госдуме. На региональном уровне не добирают до половины. Потом, когда мы считаем реальные кресла, и это еще без того, что может это присоединяться и отсоединяться, да, 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 да. получать, что на самом деле, ведь по сути, ничего не изменилось. Расклад в парламенте изменился только в том смысле, что Единая Россия потеряла конституционное большинство. Да, теперь они единолично не могут носить изменения в конституцию, но, а зачем им это надо? Все изменения уже внесены, которые нужны были для того, чтобы сохранять эту систему. Ну вот, поэтому по большому счету, а все остальные партии, они тоже немножечко от этого, условно говоря, выиграли, но на фоне Единой России они, конечно, безусловно, проиграли. Ну вот, поэтому, да, одно дело, так сказать, какие сложности вот процедурные, а другое дело, что в конце концов мы еще и посчитаем и увидим совсем другую картину. Да, вот тут будет интересно чуть попозже посмотреть на все это, но я хочу вернуться к нам в Карелию сейчас, да, от Государственной Думы. Парламент наш, вот избрали мы, людей, вот на ваш взгляд чего нам сейчас ожидать-то? Там будет борьба. Во-первых, нужно понимать, что сама Единая Россия, она не единая. У нее много разных есть групп интересов внутри самой партии, и это мы уже видели на протяжении вот последних двух лет, наверное. Во-первых, да, этот момент нужно учитывать. Во-вторых, во власть пришли с большим количеством людей практически все партии, которые были в этом заинтересованы. Во всяком случае, я не считаю право, это право дело, потому что она была исключена, но и патриоты России они по идее не могли. То есть все партии, которые заинтересованы были, они прошли. Поэтому здесь теперь, во-первых, я хочу сказать, что мы проводили очень много разных встреч с политическими партиями за последние годы. Одна из фраз, которая всегда звучала, у нас нет власти, мы ничего не имеем в парламенте, мы никакие вопросы решать не можем, все наши вопросы блокируются большинством Единой России. Сейчас этого большинства нет, сейчас они могут реально показать, на что они способны. Борьба будет сложная, поэтому здесь мы должны ожидать создания коалиции по тем или иным проблемам, которые интересны уже, наверное, бизнес-группам, каким-то иным организациям, вопросы которых будут затрагиваться в рамках того законодательного процесса, который будет осуществляться в законодательном собрании. Ну, если подытожить, в принципе, я все правильно вас понял, результат по выборам, что в Госдуму, что в парламенте, Карелии был ожидаемый. В ближайшее время у нас будут сюрпризы, что на федеральном уровне в самой Госдуме и что, наверное, на местном уровне, да? Федеральная дума далеко, вот на ЗС будет посмотреть очень интересно, как партии будут выбирать тех, кто, собственно, пройдет по этим самым партийным спискам и что мы в результате получим, вот эти вот, 50 человек, это крайне интересно. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. Я напоминаю, вы смотрели программу «Сомнения» с Денисом Базанковым. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова